Зная повестку дня, многие депутаты пришли в мажили с подготовленными к жарким и продолжительным дискуссиям. Все, что касается детей, вызывает особенный трепет. А тут обсуждение законопроекта о защите неокрепших умов от информации, причиняющей вред здоровью и развитию. Высказаться хотели все без исключения. Например, Бигпулат Тлеухан первым делом предложил проводить экспертизы компьютерных игр. Многие из них, по мнению депутата, основаны на жестокости и насилии. А еще зачастую содержат откровенные сцены, а некоторые даже пропагандируют нетрадиционную сексуальную ориентацию. Информация, отрицающая институт семьи, агитирующая против национальных традиций, также признана причиняющей вред детям. Телеканалы должны транслировать отвечающую данным требованиям информационную продукцию с нанесением соответствующего знака возрастной категории. В целях информационной безопасности детей созданы возможности для экспертизы компьютерных и электронных игр. Надо их проводить. Вообще, некоторым СМИ, по мнению депутатов, необходимо пересмотреть сетку вещания. Например, криминальные новости сообщать исключительно после 10 часов вечера, когда дети, по идее, должны спать. Своё мнение высказал по этому поводу и Нурлан Нигматуллин. Вопрос был задан. Как вы относитесь к тому, чтобы эту законодательную норму закрепить? И что касается вечерних, извините, новостей. Вечерние новости действительно выходят. Крайние, по-моему, 21.00. Но у вас идут потом повторы, в том числе и после обозначенного времени. Мы все-таки считаем, что это немножечко преждевременно в силу того, что происходит в мире. К сожалению, происходят террористические атаки. Их показывают в эфире. Это тяжело в лайфе, на мостных сюжетах это ограничить. Поэтому, если это возможно, то мы постараемся отработать в рабочих группах. И считаем, что это немного ограничивает действия журналистов в том, чтобы показывать, скажем, не столь хорошие моменты в эфире. Детский суицид – еще одна трагедия и боль Казахстана. Депутат Аслабек Смогулов поинтересовался у замминистра МВД, как наказываются администраторы групп смерти. В настоящее время обществом активно обсуждается тема суицида, его причин и предпосылок. Неограниченный доступ детей к информации по суициду на сайтах и соцсетях во многих случаях влияет на их поведение. Однако доказать, что именно информация, а не благополучная обстановка семьи склонила ребенка к суициду, очень сложно. Абсолютно согласен, что есть некоторые проблемы с квалификацией действий не по доведению до самоубийства, которое установлено Уголовным кодексом, а за склонение, в том числе и распространение программ через интернет-сайты, которые так называемые суицидальные интернет-сайты. Министерство внутренних дел совместно с другими государственными органами. Работа по выявлению таких сайтов и блокированию проводится. А уголовная ответственность за склонение к самоубийству, которое предлагается внести в данном законопроекте, в принципе, мы считаем тоже, что эта правовая проблема существует, ее надо решать. В итоге законопроект о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, был одобрен в первом чтении, хотя и отправлен был на доработку. Ну и напоследок, председатель Мажелиса Нурлан Нигматуллин на пленарном заседании подвел итоги деятельности депутатов в уходящем году, а еще поделился планами на 2018-й. Народные избранники начнут год в регионах, где проведут встречи с избирателями. Депутаты расскажут населению о своей законотворческой деятельности, а также о ходе реализации нескольких государственных программ Рухани Жангру, Нурлужол и Нурлужер. Ну и под конец Нигматуллин призвал депутатов не рассобляться и держать заданный темп работы и в 2018-м году. Анвар Шаликенов, Алжаспек Маденов и Нурлан Утиген, телеканал Алматы, Астана.